Тебя всегда могут засудить. Мы ожидали, что он может его и присадить где-то. Это были просто продавцы там хот-догов в Мексике где-то или такосов. Я не знаю, что Канело может сделать лучше. Мне казалось, что еще один раунд закончил бы этот поединок. Были четкие инструкции о том, что нужно работать по плечам, чуть ли не по ягодицам. То есть бег бьет так, что люди заворачиваются как бы тяжи. Алик Фролов, у вас в компании порядка 20 боксеров. Виктор Илмадримов, Асанбой Дусматов, Раджа Бутаев, Кураджон Акадалиев, Похладыр Фролов. Когда-то с вами работал еще Руслан Проводников. Есть еще немало топов, проспектов. Я назвал более генитых. Говорим о бое Дмитрия Бивов и Канело. Стал ли ты в такой победе или нет? Ну, в первую очередь, конечно, мы прекрасно понимали, куда мы идем, что это за бой. Сомнений никаких у нас в победе не было, Дмитрия. Были единственные сомнения в судействе, которые, в принципе, подтвердились эти сомнения. Нас пытались все равно, Диму пытались убрать в этом бою, потому что всем очевидно, что в лучшем случае 2-2 счет первых четырех раундов, а не 4-0 в пользу Канело. Но, тем не менее, слава богу, правильный человек победил в этом бою. В плане доминантности, ну, честно говоря, как бы было ощущение, что Дима мог выиграть и еще лучше. И, в принципе, мы ожидали, что он может его и присадить где-то, в том плане, что когда он просядет, что Дима сможет его ударить. И Канело, в свою очередь, оказался чуть-чуть лучше, чем мы ожидали в плане защиты. Он прямо оказался очень-очень скользким. То есть мы понимали, что он скользкий, о том, что по нему сложно ударить одним ударом. Как бои с Геннадием показали, что его нужно как бы растаскать сначала для того, чтобы потом как бы по нему ударить. Он оказался как бы в плане защитных действий, он оказался лучше. То, что бой прошел так, ну, мы даже ожидали чуть-чуть лучшего. Ну, как не лучшего, выступление было отличное, но в плане того, что Дима мог бы его даже где-то как бы стукнуть. Если реванш состоится, кто выиграет? Я предвзятый человек. То есть я, конечно же, скажу, что Дима выиграет. У меня нет сомнений в этом плане. То есть я не знаю, что Канело может сделать лучше. То есть никогда не исключается вариантом какого-нибудь лаки-панча. Это всегда присутствует. И Канело, боксер высочайшего уровня, как бы в его случае любой удар не будет считаться лаки-панчем, он будет считаться четко спланированным и так далее. Но я не знаю, что он может сделать лучше. Я знаю, что Дима 100% будет лучше в реванш. Я знаю, что он будет знать, с чем он сталкивается в плане защиты, где мы можем какие-то моменты прибавить. Потому что все, что они делали, ну, то есть Дима был к этому готов на 100%. Все наши спарринг-партнеры, у них были четкие инструкции о том, что нужно работать по плечам, о том, что нужно работать чуть ли не по ягодицам. Если в любую секунду, когда Дима застаивается на канатах или еще где-то, бить по бедрам, сушить плечи и так далее. То есть все вот эти моменты, мы все это прекрасно понимали, что нужно делать. И Дима это выполнял всю подготовку. Все подхваты, все контратаки, всю работу от защиты. Он это выполнял каждый день в спаррингах с топовыми ребятами. И с Адамсом, и с Мадримовым, и с Ника у нас был там грузин с Майами. Очень-очень классно работал тоже. Все это было как бы предугадано, скажем так. То, что он в реванше, в чем-то прибавит, ну, в чем-то прибавит как бы. Но технически он не поменяется, как бы он не станет снова комбинационным боксером, как он был там в весе 154, когда он был молодой и быстрый. Потому что все говорят о том, что он там на полгода старше Димы, что он еще молодой, что он в пике и так далее. Но на самом деле у человека уже 70 боев было в профессионалах. То есть как бы он тоже уже такой немножко немолодой в плане, ну, то есть ветеран, можно сказать, в плане профессиональных боев. Что он сильно в функционале прибавит, я не думаю. Все видели в бою с Геннадием. Мне казалось, что еще один раунд закончил бы этот поединок в пользу Геннадия Головкина. То есть он был очень-очень уставший. То есть в плане, что он может сделать, он будет лучше, но я думаю, что Дима будет еще лучше. То есть дай бог, как бы сейчас более сложный бой Диме предстоит. Это вот 5 ноября как бы с Рамиресом. И сейчас весь акцент только на этом. Давай поговорим как раз об этом бою. Чем опасен Рамирес? Да, очевидные вещи как бы. То есть он большой, он очень большой, скажем так. Я вот, например, вообще не понимаю, как он вписывается. Не то, что как он сюда вписывается, я не понимаю, как он в 168 вообще заходил. То есть мы его знаем достаточно долгое время. Раньше был нашим товарищем команды, можно сказать. С тренерами его знакомы очень хорошо. Первый его очевидный плюс это то, что он очень большой. Ты как боксер сам прекрасно знаешь, когда ты встречаешься с человеком, который не то чтобы на 2-3 килограмма тяжелее, а на 10 килограмм тяжелее тебя в ринге. Ну это как бы сложно. Левша, как бы для кого-то это проблема. Насколько я знаю, Дима любит левшей. Не так много боев с ними проводил, но Дима всегда в любой подготовке, когда готовится. Геннадий Юрьевич вообще говорит о том, что она вообще без разницы. Левша, правша, да, как бы спарринги просто, чтобы качественные были и все. Левша, большой. Ну и как бы слухи ходят, что он сильно по корпусу работает, что он бьющий по животу, по корпусу, по печени. Но как бы это ничего нового. Все левши бьют по животу, как бы мы это в принципе понимаем. Но Дима не мальчик для битья в том плане, что он не будет стоять там, принимать на себя удары, напрягать живот, так сказать. То есть он как бы будет выполнять свою задачу. Поэтому из плюсов я бы сказал вот эти. Ну и опыт. Он опытный в профи ринге, то есть у него 40 с чем-то там боев. Опять-таки кто-то говорит о том, что у него нокаутов больше, чем у Бивола боев. Ну я думаю, что Бивола боев 100, наверное, в любителях перекрывают весь его опыт, всей его профессиональной карьеры. Я не говорю о всех 200, там 80 боях. Я говорю просто, что боев 100, я думаю, что закроют весь его опыт. Потому что мы прекрасно понимаем 21 соперников в Зурдо это были просто продавцы там хот-догов в Мексике где-то или такосов, чего-то такого. То есть это как бы несерьезный рекорд. Да, у него есть там возрастного Абрахама, там Джесси Харта, как бы такая там у них была возня туда-сюда. То есть, ну как бы он опасный соперник, он классный топовый боец в этом весе. И это то, что... Почему Дима этот бой просил, я думаю, минимум 3 года, наверное. И вот эти все бравады там со стороны Зурдо, они не подписывали контракт, они не хотели боя. Дима хотел этого боя очень давно, и он прекрасно знает, что ему предстоит, наверное, может быть, нелегкий бой. Но я думаю, что он в том моменте, в своей карьере, что его бой должен мотивировать. Я думаю, что Зурдо его как раз мотивирует. Зурдо Рамирос опаснее Канело? Сложно сказать. Два совершенно разных боксера. По-своему, оба опасные. То есть, Канело опасен для любого бойца, потому что, в первую очередь, судейство. Тебя всегда могут засудить с Канело. Во вторую очередь, он бьющий. То есть, он разово-бьющий. У него есть разовый удар, когда он может попасть и уронить. Зурдо, он менее бьющий, однозначно. Это, я думаю, очевидно. Но габарит и тоннаж, и его крепость. То есть, он очень крепкий. Зурдо, он принимает просто сумасшедшие удары. И он их держит. Мы спарринговали Зурдо, и Дима с ним достаточно много спарринговал. И по 8 раундов, а не по 10 раундов, они работали с ним еще годы назад. Классная работа была для Дима. Мы с Беком с ним спарринговали. То есть, Бек бьет так, что люди заворачиваются, как бы тяжи. Зурдо, в принципе, держал. Держал, то есть, несмотря на то, как он его лупил, он держался. То есть, он однозначно очень крепкий. Это может дать ему, как бы, некий паритет в этом бою, учитывая навыки Димы и его, как бы, чувства момента бокса. Вообще, уровень его бокса. То есть, я думаю, что вот эти габариты, физическая крепость, сила, сила духа, он такой духовитый мекс, как бы. Я думаю, что это именно то, что делает этот бой интригующий. В плане опасности, опаснее ли, чем Канело, ну, это разные бойцы, как бы. Я бы сказал, что Зурдо, Канело и Паскаль, Паскаль самый опасный. Потому что он бьет из-под жопы так, что, как бы, никто не видит. И он после боя с Димой это еще многим доказал, когда говорили, что он сбитый летчик, и так далее. Ну, там, правда, его история с допингами тоже, как бы, была. Но, то есть, вот он опасный. Вот такие боксеры, как бы, очень опасные. Зурдо, он топовый боец, как бы. Поэтому это наверняка всегда интересно. Вот что ты скажешь насчет Бенавидеса? Дэвида, правильно? Который, вот, молодой. Классный боец. Мы очень хорошо с ним знакомы. И товарищи, можно сказать, с его командой, в принципе. И Дима с ним очень хорошо общается тоже. У нас было пару подготовок. Мы спарринговали вместе тоже. И Дима с ним работал. И под Джо Смита, по-моему. И несколько боев было, как бы. Он растет, в принципе. Он молодой парень. Ему сейчас, по-моему, 24 года, если я не ошибаюсь, или 25. Зрелищный. Его любят здесь, в принципе, мексы. То есть, он абсолютно не имеет никакой такой поддержки, как складывается впечатление у многих, что он там звезда или что-то такое. То есть, в Америке такого абсолютно нет. Они приходят, 20 человек с флагами там раскачивают, сами за себя, семьей. Но, как бы, такого нет, что он там суперзвезда. Но я думаю, что если он будет продолжать так же боксировать, он вырастет, как бы, станет серьезным парнем. Но, опять-таки, если он добудет вот эти имена, которых он все время хочет, кого он вызывает. А так, в плане, как человек, он очень неплохой, добрый парень такой, как бы, мы всегда общались неплохо с ним. В плане бокса, он, опять-таки, он очень крепкий, то есть, он держит удар, он очень выносливый, очень быстрый, комбинационный, недооценивает ноги его защиты, он очень классно защищается, вот этими вот легкими, такими, как бы, перекрытиями. То есть, он такой чуть-чуть напоминает где-то в каких-то моментах, как пирог защищался. То есть, такая вот у него есть схожесть, он меняется в правша-левша, как бы, перекрывается. Хороший парень. Ну, как бы, чуть-чуть трэш-топер, но, как бы, не без этого сегодня.